Возможно, в скором времени про Северский район будут говорить. Там, где растет виноград. В советские годы его выращивали в колхозах, а студенты в месяце практики обожали трудиться на виноградниках. Можно было вдоволь наесться ягод. Сегодня виноградарство после некоторых лет забвения буквально возрождается, в том числе и у нас. Глава муниципалитета Андрей Дорошевский посетил компанию «Луч» в окрестностях поселка Октябрьский Черноморского поселения. На площади в 3 гектара здесь заложили культуру, частично в закрытом грунте. Руководитель хозяйства Валерий Габараев рассказал, что виноград прекрасно себя чувствует в теплицах. Установлен капельный полив сверху, снизу сажают ряды клубники или гороха. Ни один клочок земли не пустует. Помимо винограда, глаз радует и плодовый сад. Наливные яблоки, груши и сливы пахнут кубанским летом. Растет «Дитя солнце» и в личном подсобном хозяйстве Михаила Глушкова из станицы Северской. Мужчина более 30 лет жизни посвятил выращиванию винограда. Давнее хобби стало настоящей страстью. На 80 сотках растет около 300 сортов столового винограда. Пробовал сажать и больше, но отбирал лучшее для нашего климата и почвы. Михаил Глушков обожает заниматься селекцией и создавать новые виноградные виды. Урожай саженцы мужчина реализует, но помимо дохода дело приносит моральное удовлетворение и радость. Сейчас можно любой вырастить, довести до ума и отправить его на рынок. Самое главное, как говорится, подход к этой земле найти, что будет хорошо себя показывать и все. Несмотря на то, что виноград в принципе считается культурой неприхотливой, тем не менее Михаил Николаевич говорит, что виноградарство не такой уж легкий труд, а виноград растет лишь в тени виноградаря, получая заботу и чувствуя любовь. Вот такая она, солнечная ягода.